Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствуют грибоведы! Сегодня у нас 18 мая 2024 года. Мы решили проверить, что там у нас наросло в лесу. Ну, нынче весна была, конечно, очень странная. Сначала было очень тепло, и как-то грибы весенние дернулись. Потом было очень холодно, и, я не знаю, многие из них замерли. Даже снег был. Даже снег. А сейчас опять тепло. И вот уже второй день, ясная безоблачная погода, красота, конечно, в лесу. И даже птички поют, и мы надеемся на что-то хорошее. Да. Ну, пойдем посмотрим. Ну, посмотрим сейчас. Может, что-нибудь наросло все-таки. Все, идем. Идем. Ну, вот сегодня у нас ельник такой, кондовый. Ну, немножечко, немножечко с березками. В общем, вот так вот здесь и походим, посмотрим, что здесь может быть. Ну, в прошлые годы мы здесь строчки встречали. Строчки эти вот обыкновенные. Ну, сейчас посмотрим. Весна, весенний сбор грибов, он такой особенный. Так, ну, что это у нас? Это у нас такой овраг, провал. Ну, можно сказать, ручей. Вот там что-то процеживается. Но в основном-то здесь бесчинствуют эти бобры. Посмотрим. Ну, вот. А мы сейчас по вот этой вот, по кромке, по берегу этого оврага. Смотрим. Потому что склон сейчас смотрит на юго-запад. Вот, как раз очень такая хороший вариант для прогрева. И высматриваем. Еще глаза не настроились. Вон, уже кислица зацвела. Ага, ладно. Вот в таком месте смотрим. Небо идеальное. И комары только-только, видать, вылетают. Их еще мало, еще не кусаются. Что у тебя здесь? Смотри, какой-то гриб. Ну? Какой странный. Это не просто гриб. Это у нас саркосома шаровидная. Да, слушай. Ну, надо же. Ну, она, смотри, старенькая такая. Старенькая. Господи. И одна. Да. Ну, все равно удивительная находка. В том плане, что ученые говорят, что они появляются один раз в 7-8 лет. Да? Да. Ну, может, одни через 7-7, другие. Ну, может быть. В следующий год тоже. Вот. Два года назад мы здесь их находили тоже. И я думал, что все, находок больше не будет. Выросла. Да, смотри-ка. Удивительно. Ладно. Пусть растет. Так. Ну, вот. Смотрите. Как бы и не видно их. А на самом-то деле. Вот это и есть это. Но уже они старые. Значит, они росли до морозов. Да? Да. Я думаю, да. Ничего себе. Вот так вот. Из жизни саркосом шаровидных. Видите, они превращаются в такие плоские ушки. Уже шаровидной формы и нету. Уже высыхают. Вот. Сам. Споры зреют вот здесь вот. Вот на этой. Ну, это как типа саркосцифа. Только с большим таким телом наполненный желе. Вот. А споры вот вылетают вот из этого места. Вот из этого диска. Ну, она относится к таким, как называемым, дискомицетам. Ага. Вот. Гриб находится в Красной книге. Он охраняется законом. Вот. Единственное, что... Охранять нужно грибницы, конечно. А не эти плодовые тела. Ну, ладно. Все равно нарушать не будем. Ну, вот. Растут. То есть, два года назад росли. И вот сейчас тоже появились. Удивительное дело. Очень хорошо. Ладно. Идем дальше. Так. Чего это? Да вот. Видишь? О, смотри-ка. Да, уже впалая. Ну, старая, наверное. Хотя по размеру небольшая. Да. Высыхает. Ну, видишь, нынче странная очень погода. Да. Тепло. Потом мороз. И переплет. Угу. Ну, ясенько. Ладно. Пойдем дальше смотреть. Ничего. Так. Вот еще одно гнездо. Этих грибочков. Так что это такие... С другой стороны, сообщение вот от Игоря Крома. Это грибник из Сибири. Уже ушедший от нас, к сожалению. Вот. Так вот, по сообщениям Игоря, у них там эти саркосомы каждый год плодоносят и довольно-таки обильно. И местные жители их собирают. Вот. А здесь вот в европейской части ученые говорят о редкости роста. Ну, видите, как видать, климат меняется, что-то происходит. Потому что вот на протяжении долгих десятилетий мы только два года назад нашли этот гриб. ни разу его не встречали. Хотя искали очень очень пристально. Вот. Ну, хорошо. Ладно. Что у тебя? Да вот. Я иду, думаю. Музор какой-то. А это была саркосома. А, точно. Засохла уже. И вот рядышком. Вот еще рядышком. Ну, вот. Интересно. Значит. Но, с другой стороны, смотри, два года назад они были полные такие свежие, красивые, мощные. Да. А сейчас какие-то пожухлые. А сейчас уже все старые. Пожухлые. Хотя 18 мая как бы еще. А мы были 22-го тогда. Да. Вот. У нас фильм про 22-й год есть. Вот там можно будет посмотреть внимательней. Ну, что я могу сказать, что миф о том, что саркосомы появляются чуть ли не раз в 20 лет. Угу. По-моему, это миф. Ну, возможно. Потому что вот растут хоть и засохшие, ноги. Да. Получается, что просто как никто не интересовался. Никто не интересовался, никто не наблюдал особо, да. Ну, растут и растут. Ну, ясно. Ладно, пойдем дальше смотреть. Так. Вот, сделал буквально несколько шагов. Ой. Ой. Вот она какая. Оторвалась. Такая сморщена, но она должна быть круглой, потому что не зря называют шару видное. А это уже все старые. Эти, как этот, как чернослив скукоживался. Ладно, оставим. Ну, что, пойдем вот так вот вдоль вот туда. Ну, ты, сходи, а я вот. Вот. Вода бежит. Какая чага морзобоини. Ну, чагу брать не будем сегодня. Не до нее. Еще надо много мест сегодня обойти, посмотреть. Ладенько, смотрим дальше. Ну, вот. Эти, под маленькой елочкой в пенечке. Растут. Ну, семьи такие, небольшие, но все-таки есть, спороносят. Это хорошо. Ага. То есть, вот, видите, большие елки. Вот. И вот в корнях вот под сенью. Мне кажется, они морщинятся так и высыхают, наверное, из-за мороза. Вот морозы были где-то до минус пяти, до минус шести. Поэтому, скорее всего, их бомбануло. Ага. Ладно, пусть растут. Так что, вот, грибницы так и есть. Смотри, как. Ого. А тут у ручья даже русло стало прослеживаться более-менее. странный провал такой непонятного происхождения. Обраг такой. Ну, вот, сейчас вышли с этого склона. Вышли вот на полянку. Сейчас вокруг нее обойдем, посмотрим. жарко, просто. Вообще. И самое это приятное то, что нет ветра и такой вот сейчас стоит настой хвойного запаха мощнейший. сосны с этими елками. Ну, как прям фитонцидные ванны. Ладно, вот сейчас тут вот и пройдемся, посмотрим. ходим, ходим, и привлек внимание вот такая вот какашечка. Смотрите. А это ведь сморчок, строчок, строчок обыкновенный. Посмотрите, какой он весь старый. Ну, даже то есть для них или морозы повлияли, действительно росли очень давно уже и все, их жизнь закончилась. Вот так вот. Так, это что у нас тут? Вот, Издали, думал, ох, еще один. А это просто шишечка. Фух. Угу. Так что строчки уже состарились, их практически не видно. Да. Вот так вот. пусть остаются и распространяют споры. Ну, вот. Ни строчков, ни сморчков, а саркосцифы так и попадаются. Смотрите. Ой, саркосцифы. саркосомы. Саркосома глобусум. Шаровидные. Ну, уже старые. Ни одной молодой. Вот как интересный. Ладненько. Вон туда сейчас сходим. На солнце. Чтобы не выросли. Ага. Что ты говоришь? Да, вот, осторожней. Мы думаем, что это шишки. Точно. на самом деле саркосомы шаровидные. понятно. Ну, они какие-то как будто дернулись и засохлили. Все скукожено. Да. Вот мне так кажется, что как раз вот эти морозы-то и ударили. И ударили. Видишь, они маленькие. Вот и маленькие, крупненькие. Ага. мелкие. Мелкие. И вот как они. Да. Вот так. Вот. Да. Вот кто тут скажет, что это гриб. Да? Да. Это валяется. Что-то валяется такой сморсинный. Старый лист или шишка разворотина какая-то. А это вот и есть те самые молодильные яблоки или ведьмины горшочки как в Европе их кличут. А тут вот помоложе будут, но все равно. они молодые а уже маленькие но старенькие. Маленькие но старенькие. Аккуратно. вот вот еще. Вот среди шишек лежат. Точно, точно. Вот и вот да. Как будто шишки. А на самом деле вон она. Прям включил всю свою осторожность. Осторожный режим. Ага, вот смотри на зеленом на зеленом мохе тут что у нас вот елка под елкой елка елка все елки и зеленый такой зеленый мох. А где еще говоришь? Ага, точно. Пока пальцем не укажешь в нос не тычешь. И весело рыка. Ну это не подосиновик, да? С красивой красной головой. И не лисичка. Да. А нечто такое какашисто сморщенное такое все. И возникает вопрос и что? И зачем? Но тем не менее весенний гриб. Ага. Хорошо. сладенько. Ну что, пойдем дальше посмотрим. Ого. тут тоже. А здесь тесари. Диаметр поболее будет. Здесь и большенькие. Ого. Ух тут. Смотри как прям по цвету упавших гнилых иголок. Смотрите. тесариц. Да. Явно меняется климат. А вот еще тоже. лежит. И вот. И вот. 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 А там вообще целая арица. Точно. Тут тут сплошной ковер и они такие маленькие как-то замерли не выросли не хватило им чего-то тепла не хватило мроз перепугал смотри приехали не было комаров видать прогрелись да 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 ну что хорошо сарика ладно пойдем дальше пойдем дальше посмотришь ну вот прошел еще 30 метров за глаз настроился и вот смотрите гнезда растет растет это хорошо сейчас туда еще сходим посмотрим тщательно обследуем этот лес смотрите здесь какие тоже ямы накопаны прямо на берегу этого рва оврага таких местах нарушенных хорошо растут строчки ну вот только старые строчки попадались новых не одного значит время их уже прошло я так понимаю дернулись морозы и опалили ну и все на этом все и закончилось ну ладно сейчас мы туда еще пройдемся где березки белеют ну вот хожу смотрю а здесь привлек внимание рисунок на коре мне даже не на коре на бревне это короед ход под корой эти ползал и древесину ел и оставил проект после себя вот такие такой рисунок интересных такие солнышки можно сказать лучистые ну ладно-ка ой что-то уже надышался опять голова кружится от свежего воздуха ну а это полотина полотина бобровая эти старая какая он на ней уже уже кусты растут ну где-то метров пятьдесят может больше да по длине а здесь это какой-то слив типа такого не знаю человек разрушил или они тут регулирует ну озерцо такое нехилое ладно поднимаемся наверх и продолжаем наше движение осматриваем достопримечательность ну вот возвращаясь к машине чуть-чуть взял левее правее ну короче чуть-чуть сторонку и опять попадается уже споры бросают созрели да интересно ладно идем дальше да интересно вот заходили когда глаз был не настроен абсолютно и ничего не было видно а вот сейчас уже по тем же местам где были где проходила ничего не видел оказывается они растут я просто не видел ну с другой стороны не посвященному человеку грибнику даже вообще не поймет что это гриб ну вот но с другой стороны он даже в это время в лес не пойдет ладно все идем к машине поедем деревню сейчас ну вот а тут смотрите-ка нечто иное это у нас господи ну короче плоский плоский строчок щитовидная щитовидная ну это тоже нормальный весенний гриб можно его жарить лучше перед отварить немного и потом потом пожарить хотя говорят что у него дает нет ну для как горит для успокоения хорошо забыл ай-яй-яй ну ладно идем дальше смотрим ну вот мы вышли к машине сейчас съездим еще в одном местах посмотрим да и в деревне будем пробираться вот смотрите да 18 мая листья то еще не раскрылись полностью на березах только-только да и на рябине и на малине ну малина тоже только листочки вот и рябина только-только листочки разворачивает так что весна такая странно запоздала ладно поедем а а малина ведь и только тоже только начало листики распускать про цветы даже про цветы даже и разговоров пока нет вот так вот сколько сколько малины надо будет сюда приехать летом когда урожай когда урожай созреет ладно поедем сейчас другой лес посмотрим то здесь только единственно можно поснимать и все собирать нечего ни строчков никаких нету странно ладненько так ну вот мы сейчас поменяли дислокацию сейчас мы в сосновом бару там было больше еды елок а тут больше сосен будем смотреть что тут может может расти так ну сухо довольно таки в лесу только хруст стоит ладно смотрим так у ничего себе ничего себе какой какой обрывище вниз офигеть да его носи да творите творится удивительную это суда наверное старая может какое русло до потрясающе ладно пусть им все немножко глянем на силу о олено вон там наверху ходит такое обрывище вообще ну тут метров ага ну иди да ясно ну удивительно конечно вот тут вот видно смотрите какой интересно ну не знаю ну метров двадцать наверно есть а может больше ну вот казалось бы типичное место для строчков полу гнилые березовые стволы уже наполовину закопанной в землю этого обычно в таких вот местах они растут но вот сейчас мы уже сколько обошли смотрим а ничего и нету то есть какое-то природная катаклизма ну хоть бы один как бы для это для успокоения нет ничего нет хотя вот здесь или вот именно вот такие стволы полу гнилые строчки гигантские любят пройдемся еще посмотрим в корнях нора какого-то звереныша и приходи отлучился и спуск вот через этот обрыв чик у дура здорово ну это наверно все таки выход к реке я так понимаю хорошо что мы остановились потому что здесь вот лежат деревья и нам не пройти вот вот ну вот прям строчковое место вот вот это их вот тут вот в таких местах они растут эти вот осины березки мелкие крупные и такая вот сейчас глянем ох какие красивые цветочки это у нас калужница это весенний такой цветок эти в приболоте приболотеньки ну вот это я говорю это идеальное место для сморчковых шапочек и влага есть и там он растет растет крапива как показатель плодородия в общем все как положено ну чего то я пока не вижу чего то я пока не вижу в одном какое местечко то ничто себе то есть это спуск к реке как я и как я и предполагал ну теперь все понятненько как тут здорово пойдем посмотрим на речку в даже узнал что в в в в и в и в в и и в в у красота ты какая какая красота дара такая круче а береза то мама дорогая ну все понятно ну вот а смортиков нету хотя я говорю место в но просто вот идеально как это лучше лучше не придумаешь но видать они об этом не знают но мы сейчас вот фильм снимем может они в интернете посмотреть и прилетят сюда жить поселятся ты как тут все ладно пойдем к машине все уже время 6 час надо еще два часа до деревни ехать это жабка плавает удивительно как то есть вот этот ручей обрыв который идет значит он идет вот сюда ну про свободного слива нет слив только когда большая вода понятно вот тут вот так очень интересно ну ладно это вот страусники разворачиваются все идем до удивляет удивляет тишина стоит такая да ой хорошо штиль штиль такая погода после этих холодов и ветров ох замечательно все едем ну вот мы закончили сегодня свои походы свои походы просмотры что можешь сказать я могу сказать что несмотря ни на что саркосомы шаровидные продолжают расти и хотя и говорят что они там чуть ли не раз 20 лет появляются но вот мы два года назад были видели и сейчас на то же место приехали снова растут конечно уже такие подзасохшие многие старые а есть и молодые которые наверное морозом побила скорее всего да да ну мы их не собирали чисто научно посмотрели убедились что это они что они растут ну а другие грибов к сожалению тут никаких не нашли ну вот я вот эту десцину щитовидную семейку три штучки маленькие даже забыл как название вот вот десцины один да один всего строчок но он уже был старый черный и все и больше ничего да в лесу просто очень сухо да потому что вот когда снег сходил было очень жарко он быстро сошел и и потом холода ну и естественно что как-то грибы не поняли когда им расти да ну ладно ну сегодня хороший день прекрасная погода с удовольствием мы прогулялись ну а грибы у нас еще и старых полно так что найдем и грибы найдем мы собственно такую цель и не ставили чисто научный поход так что вам желаем всего доброго всегда полных корзинок хороших грибов ну а грибоведы прощаются с вами до новых встреч до свидания и э ну Субтитры создавал DimaTorzok